Субтитры сделал DimaTorzok Как любая нормальная игра, она начинается с заставки Причем заставка, как вы видите, тупо спичнена с Need for Speed Most Wanted PC версии То есть они тупо не захотели делать что-то новое, а взяли просто хорошо поюзанное старое Ну конечно я понимаю, что промежуток между играми был просто маленький, поэтому можно было сфоровать заставку, но не так же все-таки Меню игры состоит из быстрой игры, карьеры, сетевой игры, профиля, какие-то Pocket Tracks и EA Extra В быстрой игре есть гонка на месте, выбранная гонка и снятие тюнера О снятии тюнеров потом попозже расскажу более подробно Зайдем в меню карьера В карьере вам предлагаются на выбор, видимо, ваши враги, которые будут в конце Причем, кстати, хочу рассказать то, что вы не будете ездить как в For Speed Most Wanted Тут по городу выбирая гонку, которую хотите А вам просто дают список гонок, которые вы должны будете пройти, чтобы соревноваться в конце вот с этим как бы боссом Который, ну, должен, вдруг вы должны будете победить Ну вот, к примеру, я зашел и тут показывается карта гонки, которую вы должны пройти, чтобы приблизиться к вашему врагу Все-таки зайдем в быструю игру и попробуем начать гонку на месте Да, конечно, я готов к гонке Ну, как всегда, загрузки нам показывают управление И вообще, тут по стиле For Speed Most Wanted PC версии подсказывают еще разные фишки игры Ну, вот сейчас нам показывают управление Что, кстати, очень помогло, потому что я зашел первый раз Я нихрена не знаю, какое здесь управление Ждем к загрузке Ну вот, как всегда, заставочки в стиле For Speed Most Wanted Кстати, управление по сравнению с Need for Speed Most Wanted PC версии, на которой проходили киберспортивные чемпионаты И управление там было довольно-таки приемлемо для игроков нормального уровня То есть, не любителей симуляторов и всякое такое, потому что Need for Speed это все-таки аркада Тут управление просто шоперское Повернуть машину невозможно Просто легче послушать, наверное, блин, в мире животных с Николаем Дроздовым И научиться профессионально управлять жопой папуина, чем нормально поворачивать эту машину Вы посмотрите, тут нажимаешь чуть-чуть ручник И у тебя машина уже заносит Такой дикий занос Ты обязательно просклижешь Блин, корпусом машины Просто по всей трассе Но все-таки я кое-как еду первый И я даже не знаю, почему я еду первый Потому что, когда я зашел в эту игру в первый раз Мне дали Porsche Который просто невозможно поворачивать было И я тупо сшибал все стенки и приехал еле-еле четвертый И вообще не знаю, как добрался до финиша Потому что это было тупо невозможно Да, и кстати Заметьте, когда вы зацепляете трафик на дороге За вами сразу начинаются Начинают ехать ментовозы Которые думают, что вы ужасный нарушитель Плохой стритрейсер И как в этой игре с русским переводом вы называете Здесь тюнер То есть, понятно, на стритрейсера Тюнер Ну, типа ТВ-тюнер КП-67 Вот, за мной Какой-то тупой ментовоз завязался Кстати, они в точности такие же тупые Как и в Most Wanted PC версии То есть, поэтому Можно не удивляться Они также будут врезаться в стены И во весь трафик, который едет Поэтому от них убежать не так уж и Сложно Но они будут все-таки доставать Пока у меня только уровень разыскиваемости 2 Вот поднялся сейчас Видите, чуть-чуть немного мою жопу начали напрягать И ее очень ласково целовать Поэтому Может быть напрягут Хотя это вряд ли Вот Они попытаются поставить тоже блоки Так же, как мы в Speedless Standard PC версии Но это получается у них хреново С кучей копов на хвосте Я все-таки кое-как приехал вторым Причем Копы потом начали реально напрягать мою задницу Потому что Начали ездить джипы Которые очень сильно меня жмут Вот Но я все-таки приехал вторым И это хорошо Теперь я вам расскажу про режим снятия тюнера Ну, как вы знаете Тюнер это типа стрит-рейс Поэтому Нам выдают Какую-то тупую тронтайку В виде мусоровоза И Мы на ней должны преследовать Тюнеров Которых надо поймать Причем Поймать довольно-таки экзотическим способом Который вот я вам сейчас хочу показать Показывают нашу мусоровозку Она очень красивая Все, поехали Кстати Снятие тюнера состоит из нескольких этапов Из пяти И на каждом этапе нам предлагается За 60 секунд поймать Разное количество тюнеров Вот прям на первом этапе нам предлагают Поймать два тюнера Вот Чтобы поймать их Надо разогнаться И очень-очень нежно и красиво Поцеловать в попу Вот я сейчас попытаюсь Все это продемонстрировать Догоню Первого тюнера В лоб Видите? Надо очень нежно и осторожно Целовать в попу Постараюсь сейчас догнать второго И завершить все-таки Эту купляцкую миссию За мусоровоза Е Второго тоже поймали Кстати Машина Ментовозка Управляется намного лучше Чем стритрейсерская машина Я вам это гарантирую Потому что стритрейсерскую машину Просто невозможно Правильно Как я и говорил Она управляется Как толстая жопа папуина Оценки игры Need for Speed Most Planted 5.1.0 Я выставляю такие Графика для PSP-версии Довольно-таки неплохая Причем Игра вышла Очень давно И по-моему Она вышла даже С выходом Консоли PSP Еще первой версии PSP-фэр Вот Поэтому графики Я думаю Все-таки можно поставить Четверку из пяти Почему четверку? Потому что Вышла потом Игра Flatout Headdown Которая по графике Была намного лучше Чем вот этот Need for Speed Most Planted И вообще по-моему Flatout Это самая лучшая По графике PSP-гонка Которая есть на этой консоли Ладно Геймплей Который Вообще почти не отличается От Need for Speed Most Planted PC-версии Я ставлю все-таки Четверку тоже Потому что Ну как бы Тут есть хоть какая-то Новая фишка Например Погоня И это довольно-таки Хорошо И даже немного Увлекательно Вот Музыка Ну музыка Все-таки Need for Speed Most Planted PC-версии Была шикарная Но тут Она осталась Той же самой То есть Та же самая Шикарная музыка Ну хоть бы Могли немного Трек Таких-нибудь Новых Добавить Поэтому Поставлю Наверное Тройку Потому что Какая бы уже Приелась Это немного Если слышать Те же самые Звуки Это просто Невозможно Ну ладно Я думаю На этом обзор Можно закончить Бай всем Это был One Point Тройку Тройку Тройку